Мы заехали в Нилово пустынь, остров Святого Нила, вышли из автобуса и сейчас еще где-то 300 метров надо сдать пешком, потому что автобус вот туда вот мне уже не доедет. Нам здесь дают два часа. Так, идем-идем, можно на островке, порошки здесь продают, фрукты и даже магазин, смотрю, есть. Я уже, видите, подготовилась, сразу надела плаков, пока не забыла. Там сейчас? Не, там же еще этот трапезная будет в монастыре, там можно будет. Там можно будет. Там может быть оборотом она брать, но значит оборотом может быть, конечно, и цена там будет выше. Идем. Нет, здесь очень много гостиниц, очень много, из-за того, что я так мало прям вот здесь вот находится. Ну да. А вон там уже виднеется монастырь. Какая красота впереди. Ой, там, мне кажется, так много будет мест, и можно будет походу сфотографироваться. Да. Дороги, чего, в принципе, у тебя приехали. И еще и солнце выглянуло ярко. Прям вообще красота. Смотри, как он веселый, надпорный. Да, подмыло, видимо, его. Вообще просто. Как она вступляется за жизнь. Ага. Так, я чувствую, я сейчас буду снимать этот кофт. Прям красиво, красиво. Хотя вот здесь прям чувствует ветерочек. Ну, значит, там уже сейчас солнышки прям жарят. — Ага. У теперь всё, наверное. Далее, что здесь у нас? Юбочки, платочки, кому они нужны, вот здесь. Пусть и охрана на обратной дороге вы поставите. Далее, на всякий случай, деревянные сооруженные вы видите. Я думаю, нас как ситуация, поглядите провинты, чисто, обрядно, аккуратно, но здесь, если что, это не так. В общем, нам все равно здесь дают свободное время. Идти с группой, ну, вы знаете, мы не любим толпу. Поэтому мной и мамой было принято решение, что мы обойдем здесь все сами. Ну, почитать, я думаю, и так можно везде в интернете, почитать, прочесть. А походить самим по каким-то... В столпы. Да, походить по каким-то таким вот местам, где-то посидеть. Что-то такое поснимать для вас. Да, мне кажется, гораздо интереснее. Да, кстати. Мне, я хочу очень сильно сюда вот спуститься, посмотреть. Ну, на самом деле, очень-очень такое пространство интересное и приятное. Мне кажется, что это будет вообще шикарно. Ну, да. Мама сказала, я хочу есть. Ну, в принципе, сейчас уже сколько. Ну, и потом как-то не особо-то покушал, только борщ съел. Ну, дело в том, что, конечно, за 530 рублей, то, чем нас накормили, ну, это барашу. Простите. Ну. Ну, не сама, да. Мы за молоденьких растите тысячу с лишним рублей, а поесть мы ничего не поели. Ну, да. В общем-то, я предлагаю вам, дорогие друзья. Если поедете сюда, не доплачивайте за обед. Лучше вы там на месяц что-то покушаете, да? Или покушаете, или с собой можно взять. Я думаю, что, в общем-то, еда этих денег не стоит. Вот, Монастырская аптека. Монастырская, да. Я бы хотела попасть сюда. Точно, магазин антик. А, вон чайная. А вотра... А, это гостиница Монастырская. Да, гостиница Монастырская. Ну, там, по сожалению, в аптеке было, снимать нельзя. Ну, там интерьер очень интересный такой. Наверное, старинный. Но, к сожалению... Смысл в том, что там принятие... Вот мы думали, что монастырская аптека, она будет как-то по... Ну, потому что я знаю, что свечи очень хорошие монастырские для многих проблем. А могут быть, это не в аптеке? А, ты имеешь в виду, а, внутренние свечи. Потом мази, которые могут тоже помочь. А здесь, в общем-то, рассчитано на... Туристов, мне кажется. Туристов. Да, да. К сожалению. Прибыли лисички. И две тысячи рублей целая корзина. Мама сбить не берет. Здесь даже выбор побольше. Продолжение следует... у меня облепиха имбирь-чай, у мамы брусника имбирь и два пирожка, картошка, еще взяли себе вот такой вот два, один с чабрецом, а второй, с чем второй? с вожжевельником, и вот за все вот это мы заплатили тысячу рублей, мы перекусили немножечко, напиток свой несем с собой, так что горячий сразу не выпить, ну в общем-то жить стало веселее, потому что после того обеда хотелось кого-нибудь съесть, не, ну я покушала, скажем, второе, потому что я, а теперь повторюсь, для мамы это безумно было соленое, она пошла соленое вообще не вес, а я соленое очень люблю, поэтому мне было пересолено, но съедобно ну как сказать о соленой, я соленую не ем, ну не люблю соленую пищу, вообще для меня это очень солено, соленые огурчики, соленую капусту, соленую рыбку, я люблю, а вот еда, она, кстати, должна быть Ну, да. Но я очень хотела есть, поэтому я по какой-то степени это съела. Зато мы купили рыбку и сейчас думаем о том, что когда мы вернёмся домой, у нас там есть шампанское и мы рыбку с шампанским точно съедим. Кто о чём? Такое очень маленькое подворье, конечно. Ну, видишь, они же у них здесь своё хозяйство. Ну, да. У них здесь они держат и... Так у нас скотину и рыбное хозяйство у них здесь своё. Для того, чтобы его полностью себя обеспечивать. Угу. Здесь, оказывается, есть локация с едой на свежем воздухе. А если бы мы знали, мы бы лучше здесь перекусили, посидели бы. Во всяком случае здесь гораздо приятнее и народу очень много. Угу. Ну, мы бы не знали, мы бы пошли по-задлёту. Так что, дорогие друзья, имейте в виду. Да, что здесь тоже покушать? Кого? Писки. А, я выкинула. Саканчики, да? Там мусор купил. А, да. Так. А... Там... 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 где можно руки помыть спокойно я знаю что туда по-моему куда дальше можно пройти вот оттуда как-то люди идут пойдем нет но не мимо кладбище а вот там вот пройти можно пройти вокруг ну то есть получается полностью обойти остров вон туда вот на часовне там где часы можно подняться стоит по 100 рублей на колокольню но да там 40 ступенек шли сказка а 200 ступенек я подумала подняться нам туда не подняться подержи не очень красиво здесь настолько тихо сейчас катера замолкли вообще тишина тишина я думаю да вполне лишь было написано что гостиница монастырская гостиница посторонний вход строго запрещен очень красиво очень красиво очень красиво очень красиво и Котёра лежит, если бы не знали, что ты здесь лежишь. Мы бы тебе что-нибудь сейчас принесли бы, пусть Нинькова. Красивый ты, посмотри, как он дает. Ой, ты хороший. Киса! Не-не, не голодный. Ну, вряд ли бы он был бы в монастыре голодным. Ну, я даже не знаю, голодный я или нет. Не-не, ну видно, что хороший кот ухоженный. Смотрите, как киса жмурится от удовольствия. Кисенька, кисенька. Ну, посмотри на меня. Ну, такой красивый, на фоне воды, вообще кс-кс-кс. Просто отвернулся, взял. Ой, потягушек. Потягушек. Всё-таки мы решили вот туда вот наверх подняться, на колокольню. Посмотреть на всю территорию. Ну, практически, да, практически с высоты птичьего полёта. Так я, да. Ну, вот так. Ну, конечно, петь updates. Ну, видно, к секторе везде. К Bilder. Здесь очень удобно, что свечи можно самим брать, то есть тот, кто может, берет свечку и кладет денежку по пожертвованию, но, видимо, кто не могут, взять бесплатно и поставить, я думаю, здесь это не восприняется. Ну что, поднимаемся наверх? Да, вы сказали, лестница будет. Нет, не будет. Да, так, она узкая, правда, лестница. Приходится кому-то пропускать. Да как? Ну, как только в самом начале пути наверх. Ну, как зато спускаться лучше. Ну, спускаться легче точно, хотя в одессе на ней те же мышцы. Сейчас поднимаемся вместе с вами. Ты куда вперед, батя Кипикова, поднеслась? Так, здесь уже пошире лестница. Ну, чуть-чуть, хотя-то такая же. Ну, в принципе, мы уже практически поднялись. Мне так кажется. Ну, там вот я вижу свет в конце тоннеля. Ой, выход. Неужели? Не, мне кажется, здесь меньше ступенек. Нам сказали, это место. Так. А, значит, нам выше. Здесь уже поприятнее идти. Так. Сейчас. Ты сюда встань. Тяжело и поднимаешься. Тяжело и поднимаешься. Всегда надо думать только о хорошем. Так. Аккуратно голова. Да. Ой, здесь уже ветер такой. Ух. Так. А я чувствую уже запах голубей. Ха-ха-ха. Я бы так сказала. Ой, мой дорогой. Ах. Зря я писалась на дорогу. Ну, ты можешь спуститься. Извини уже дух вон. А здесь она вообще крутая. Ой. Ой. Так, стоять, не падать. Еще чуть-чуть, Мась. Практически. Мы уже практически. Еще. Давай, давай, давай. А я пошла наверх. Ха-ха-ха-ха. Мне уже холодно. Ну, красиво же. Мне уже холодно. Ну, красиво же. Мне холодно, мне жарко. Потому что я поднимаюсь. Здесь. Ну, да. Птичек здесь много. Судя. Вон они, голуби, кстати, сидят. Вон они сидят. И вон сидят. Так. Долбают кого-то. Ага. А там тенцы. Птенца. Кормят, что ли? Кормят, наверное, да. Два. Ой, господи. Всего два. Да. Какие холосенькие. Маленькие. Да. Я люблю, Маня. Там у два. Там у два. Два. Я не знаю, да. Я не знаю, да. Я не знаю. Привет. Вообще. Первый. Первый. А они так пищатые. Какие черепы такие. Они еще летать не имеют. Так. Ой, у меня будет к вам просьба, затяните мне вот здесь вот. Кого? Пояс. 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 Все. Во. Едем дальше. Так. О, здесь какая-то смотровая площадка, по-моему, уже все. Да. Мы поднялись. Выше уже закрыто. Мы это сделали. Угу. Угу. Нам, и выйдем. Угу. 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 dzi Угу. 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 Ну что, ради такого вида стоило промучиться, ехать, скажем так, на автобусе Почти 5 часов? Да, 5 часов и обратно 5 часов, то есть стоило 10 часов промучиться в дороге для того, чтобы увидеть вот эту красоту И это, конечно, просто нереально, это настолько красиво Ну и стоило, конечно, подняться, мы очень долго поднимали, подниматься, не подниматься, но... Тяжело подниматься, потому что очень крутые ступени, вот там виды, то, что дух захватывает, это ничего не сказать Ну, круто, сами видите, какая красота, это такая красота, что просто вот... Наша, родная Да Возвращаемся теперь обратно к нашему автобусу Здесь вот такая вот ярмарка всяких сувениров Да, ну это тип нашего мини-арбата Ну, типо того, да, да, да А вот там рыбка Пушечки свежайшие Бесконфиль А угарь? Угаречки вот маленькие 300, а так угаречки вот такие вот, вот это 1000 Вот это типа 1200 Есть вот такие здоровые Ну да Свежайшие Хочешь угарька? Попробуй, девчонки, это так вкусно Вот это вот вообще Тряпушка По 100 рублей, по 150 Тряпушка, да? Судачки, да Судачки А как бы нет без кайки уже? Ну, у нее мелко... У нее мягких и ветер Да, 400 рублей километров Ну ты дальше Ну что, началась долгая дорога домой Да, сейчас почти 6 часов вечера Да, мы докупили эти рыбки Теперь не каждый год ее месяц есть В итоге взяли еще угря 2000 рублей И взяли, как он? Налин Маленький Я даже уже от него откусила У меня руки были заняты А то иначе я бы это засняла Как она его откусала Вкусно, ребят Вообще просто вот Кайкай Мама побегала от пчел В этот раз мне занят руки от меня А от ос А от ос, да Они как облепили, как облепили вообще жесть Ну и потом, когда ее облепляют ос Здесь уже не до съемок Здесь уже как стоишь И делаешь что-то Ну, вообще И без приключения Ну, финальную тасанаску, да Остров преподобного Нила С того Нила, да, получается Ну, восток полка, конечно Сам комплекс, ну, вот как-то так-так Ну, когда поднимаешь наверх И смотришь вот на всю вот эту вот Красоту с высоты птичьего полета Это нереальная красота Это просто вот В лучшем смысле Да, вот это очень красиво Конечно, места ведь это вот Прям потрясающе Я слышала про озеро Садикир Что здесь очень красиво Но вот когда увидишь все это Своими глазами То понимаешь, насколько это красиво Насколько это волшебно Просто вот Как будто вот Ну, красиво Ощущения Просто фантастические Да Ну, а мы поехали Вот Уже обратно вам показывать не будем Вы ее видели, когда мы ехали сюда Да Нам сказали, что мы примерно в Москву приедем часам конец Вечером Да Ну, и плюс там это пара Ну, может такси Да мы на такси поедем Не поедем А на метро Уставшие Такси Вам минут 15 Мы будем дома Ну, я так думаю, что в 12 мы будем дома Распакуем рыбку и будем ее есть Да Ну, этого мы вам не покажем Да Ну, спасибо вам большое Что вы были всю эту дорогу с нами Да Спасибо, да Что вы смотрите Что вы комментируете Что вы ставите лайк И что подписывайтесь на наши На нас в инстаграм Да И в инстаграм и в ютуб Ой, да Ютуб Господи Нам это все очень интересно Все, я уже В инстаграм я тоже здесь на отвечу В любом случае, спасибо вам большое Хорошее вам настроение Крепкого вам здоровья Пусть Хорошие нас останутся И вас никогда не понизли Это сами помните Да Что хорошее настроение Мы создаем всегда Сами сами Да Пока-пока Пока-пока Пока-пока